Двухтактный мотор, обычный Два дизельных силовых агрегата, мощность каждого из которых 1200 лошадиных сил Миллион, я не могу дать таких гарантий, но скажем полгода без обслуживания он может ходить смело Более мощный, более экономичный и экологичный Поршень поднимается вверх и выталкивает сгоревшие газы наружу Вот уже полтора столетия инженеры по всему миру пытаются создать такой агрегат Который будет с наименьшими потерями преобразовывать энергию от сгорания топлива в механическую работу В этом автомобиле установлен стасильный полуторалитровый оппозитный двигатель Не самый надежный и не самый эффективный Его коэффициент полезного действия немногим больше 20% Для сравнения, КПД электрического двигателя может достигать 90% Но отказаться от двигателя внутреннего сгорания по-прежнему невозможно Разберемся, как это работает Первые попытки изобрести двигатель внутреннего сгорания были предприняты еще в начале 19 века Тогда эксперимент оказался неудачным, но некоторые элементы, например, свечное зажигание, используются и сегодня Первый четырехтактный двигатель, который начал применяться на практике, построил немецкий инженер Николаус Август Отто Его именем теперь назван цикл работы всем известного и привычного двигателя внутреннего сгорания В конце 19 века сразу несколько изобретателей экспериментировали с моторами В 1885 году Карл Бенц установил его в конную повозку И отправил свою супругу кататься на ней между городами А годом позже Готлиб Даймлер и Вильгель Майбах сконструировали совершенно новое средство передвижения Которое и стало привычным нам автомобилем Имя Майбаха до сих пор можно разглядеть на иномарках класса люкс С этого времени двигатели внутреннего сгорания стали использоваться не только для передвижения по дорогам В 1903 году братья Райт взлетели именно с помощью примитивного варианта инжекторного мотора А по другую сторону планеты двигатель внутреннего сгорания был впервые установлен на теплоход С тех времен многое изменилось Сегодня производители двигателей стремятся к сокращению вредных выбросов, экономии топлива И параллельно этому к увеличению мощности В среднем мощность гражданских автомобилей не превышает 150 лошадиных сил Они расходуют 8 литров топлива на 100 километров пройденного пути В гоночных автомобилях, болидах Формулы-1 мощность двигателя может достигать 1000 лошадок Кстати, измерять мощность мотора именно в лошадиных силах придумал шотландский инженер Джеймс Ватт Еще за 100 лет до изобретения бензинового мотора Он примерно высчитал энергию, которую производит одна тяговая лошадь И стал измерять мощность своего парового двигателя именно в такой величине Рассчитывая получать прибыль за счет понятного сравнения Это один из самых современных отечественных локомотивов ТМ-14 Маневровый тепловоз сможет тащить груз до 9000 тонн Вся нагрузка приходится на два дизельных силовых агрегата Мощность каждого из которых – 1200 лошадиных сил Надежный, экономичный и экологичный Бензиновых двигателей на тепловозах нет, только дизельные И это легко объяснить у последних большой крутящий момент А значит достаточно мощности, чтобы сдвинуть груз Платить приходится частым и продолжительным техническим обслуживанием Самый простой осмотр занимает около двух часов Михаилу Кузнецову, мастеру реостатных испытаний в локомотивном депо Нужно разглядеть все мелочи Заглянуть туда, где из-за масла и нагара ничего не видно В следующий раз тепловоз зайдет на осмотр только спустя 40 дней А поломка на путях обернется, если не катастрофой, то огромными материальными потерями Обслужить двигатель тепловоза дело не быстрое Только масло для смазки в каждой из установок больше 200 литров В системе охлаждения почти 1000 литров тасола Испытания и конечная настройка мотора также занимают время За почти четыре десятка лет работы на железной дороге Мастер изучил все достоинства и недостатки локомотивных двигателей Дизель ПДГ-4А, шестицилиндровый рядный дизель мощностью 1200 лошадиных сил Тихоходный, 300 оборотов в минуту на холостом ходу, 750 на номинальной мощности Его прототип устанавливался на подводные лодки Что само о себе говорит уже о его надежности Нагрузка здесь понятие относительное Если мы возьмем нулевой профиль, то есть у нас ни подъема, ни горки А ровная площадка, то он смело может тащить от 5 до 7 тысяч тонн поезд Если это считать в вагонах, то грубо говоря от 100 до 200 вагонов В России, в отличие от США или, например, Австралии Сделали упор на электровозы Поэтому на большие расстояния чаще всего отправляются именно составы на электрическом ходу Но полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания невозможно Преимущество тепловозной тяги в чем? Это его автономность Это автономный тяговый подвижной состав Он может эксплуатироваться на любых железнодорожных путях Как на загруженных, так и на малодеятельных Там, где электрификация в принципе не выгодна Слишком большие затраты Плюс маневровое движение на станции Здесь, конечно же, должно использоваться тепловоз Новые тепловозные двигатели – это практически зенит моторостроения Сделать их совершенно иными уже не получится А это значит, что объем вредных выбросов из сожженного топлива Если и уменьшится, то незначительно Наряду с мощностью есть еще несколько важных критериев Которые характеризуют двигатель внутреннего сгорания Это расположение цилиндров, тип потребляемого топлива Именно от этих факторов зависит использование двигателей Естественно, чаще всего такие моторы устанавливаются в автомобиле Роторный, рядный, V-образный, оппозитный Все они отличаются строением Детали практически одинаковы Да и сборка двигателя даже в учебном классе В целом выглядит так же, как и на заводе Здесь вручную мотор могут собрать за полтора часа Основная часть – блок цилиндров Чугунный, реже из алюминия Все зависит от производителя и применения двигателя Это цельнолитая часть, в которой расположены цилиндры для движения поршневой группы И место для коленчатого вала Именно к блоку крепятся остальные агрегаты и узлы двигателя внутреннего сгорания Чаще всего в нижней части блока цилиндров расположен поддон картера Место для сбора моторного масла Работу основного элемента двигателя внутреннего сгорания легко объяснить, если представить движение велосипедиста Нога – это давление газов, а педали – шатун, который приводит в движение коленчатый вал Именно коленвал через маховик, сцепление и коробку передач заставляет крутиться колеса автомобиля Верхняя часть двигателя – головка блока цилиндров Установленная ГБЦ закрывает цилиндры и образует камеры сгорания В отличие от блока цилиндров, ГБЦ чаще исполняется из алюминия для тяжелых двигателей – из чугуна Именно в головке блока цилиндров расположены распределительные валы, клапаны, свечи зажигания и форсунки подачи топлива Между блоком цилиндров и ГБЦ располагается специальная прокладка Болты затягиваются с определенным усилием и в определенном порядке – крест-накрест Начинают с нижних болтов, то есть определенный порядок для чего нужен? Для того, чтобы уплотнить соединение головки блока с блоком Если затяжка будет неправильная, то при тепловом расширении, когда двигатель нагреется, у нас разные коэффициенты расширения у блока и у головки блока И у нас получится негерметичность в стыке соединений и утечки, и охлаждающей жидкости и масел В работе двигателя 4 такта Первый – впуск Через клапан затягивается воздух, а форсунки впрыскивают топливо Второй – сжатие Поршень поднимается к верхней мертвой точке В конце хода воздушно-топливная смесь поджигается за счет электрического разряда от свечи Расширяющаяся смесь заставляет поршень двигаться к нижней мертвой точке Через шатун он приводит в движение коленчатый вал Это третий такт – рабочий ход Последний, четвертый – выпуск Поршень вновь движется к верхней мертвой точке Очищает цилиндр от отработавшей смеси На теории очень просто Но в действительности во время работы двигателя внутреннего сгорания происходит еще несколько десятков процессов Масляный насос разгоняет смазку по всему мотору Многочисленные датчики считывают показания температуры масла, охлаждающей жидкости, количество потребляемого воздуха, обороты маховика под нагрузкой или на холостом ходу, объем сжигаемого топлива и выхлопных газов Кстати, четырехтактный двигатель в разы экологичнее, чем его младший брат – двухтактный мотор Масло заливается в бензин для смазки двигателя Ну, плюс еще масло заливается для смазки цепи отдельно Все, и вперед Бензопила стала культовым предметом в западном кинематографе Именно этот инструмент стал главным оружием против зомби А в канадском городке Хоуп именно с помощью бензопилы украсили все городские улицы и площади Эра двигателей внутреннего сгорания скоро закончится Их вытеснят электрические установки В поездах и океанских лайнерах будут установлены газотурбинные двигатели Которые при тех же размерах будут в несколько раз мощнее А двигатели внутреннего сгорания так и останутся в учебных классах И это легко объяснить Экологи в один голос твердят Именно выхлопные газы погубят планету За более чем вековую историю двигателя не изменилось главное Способ получения энергии и вред от работы двигателя Автомобильные выбросы в атмосферу Это 63% от общего загрязнения окружающей среды в мире Кроме того, автомобили загрязняют атмосферу именно в месте проживания людей Мировая практика снижения количества выбросов Рьяное соблюдение требований экологичности И распространение электрического транспорта пока не приносит результата Отказаться от двигателя внутреннего сгорания невозможно Ведь это работает Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова